Сегодня у нас в гостях яркая артистка из города Краснодар, композитор и автор песен. В этой песне как раз история. Громкий, яркий, все звучало максимально. Очень схожи по моему темпераменту. А мне хотелось радости, я была ребенком. Мне хотелось чего-то позитивного. Это не про тебя, тебе нужно что-нибудь максимально яркое. Вы автор и композитор песен. Как рождаются они? Папа, он очень музыкальный. Кстати, вообще сама учка играет на фото пиано. Если на английском это ее исконное, то, значит, надо петь на английском. Смотря какой критик. К адекватной я адекватно отношусь. К неадекватной я просто не отношусь. Рассказ будет долгим, готовый. Музыка. Что может быть лучше? Каждая нота и каждый аккорд неповторимы. Без нее мы просто не смыслим своей жизни. Музыка – это когда слова больше не нужны, потому что язык ее универсален. Сегодня у нас в гостях яркая артистка из города Краснодар. Полуфиналистка проекта «Голос Армении». Финалистка проекта «Ну-ка, все вместе на России один». Композитор и автор песен. Лосинет, здравствуйте, рада вас приветствовать. Спасибо, что приняли наше приглашение. Здравствуйте, спасибо, что пригласили. Очень приятно находиться в вашем окружении. Расскажите, пожалуйста, как начинался ваш творческий путь? Ох, рассказ будет долгим, готовый. Конечно. На самом деле, творческий путь у меня начался практически с детства. Тогда мои родители замечали за мной такие задатки артистки, потому что я очень любила делать уборку, и включать музыку, и танцевать, и подыгрывать самой себе. Мне нравилось все время быть в центре внимания, мне нравилось собирать вокруг тебя аудиторию и устраивать концерты. Но, тем не менее, бабушка говорила, что я не попадаю в такт музыки, у меня абсолютно нет слуха, мое будущее предрешено. Это никак не будет связано с музыкой вообще. Но она оказалась не права, потому что, наверное, после 15 лет я начала все чаще и чаще петь. Я окончила музыкальную школу по классу фортепиано, и наравне с общеобразовательной школой ходила туда. Но, честно говоря, из-под палки, потому что мне совсем не нравилось. Первое время у меня просто был педагог, который позволял себе ударять меня железной линейкой по пальцам, и она отбивала всякое желание учить произведение. И, естественно, я тогда была маленькая, и единственным способом отомстить в моем случае было просто не учить произведение, то есть не делать домашнюю работу. И однажды я просто провалила экзамен специально. Ну, то есть мне не было за это стыдно, я понимала, что я таким образом себя защищаю. Родители не вставали на мою сторону, потому что утверждали, что педагог очень хороший и профессиональный. С чем я была не согласна, как вы уже поняли. Когда мне оставалось только два класса, мне поменяли педагога. И вот с тех пор я полюбила игру на фортепиано. Она подбирала для меня композиции, которые были очень схожи по моему темпераменту. И они были такие громкие, яркие, все вот так прям звучало максимально, то есть не было никаких нежных. Она говорит, ну это не ты, это не про тебя, тебе нужно что-нибудь максимально яркое. И она оказалась права. Просто она нашла ко мне подход. Я закончила с отличием, именно специальность. У меня была в дипломе только одна четверка по сальфеджио. Но сальфеджио — это теория музыки, это не практика. Теория всегда для меня была немножко таким занятием. Мне всегда было интересно что-то сделать, чем просто об этом почитать. Но тем не менее, музыкальную школу я закончила. И тогда еще мне сказали, что не стоит тебе идти по этой стезе абсолютно, потому что, кстати, учитель говорил. Учитель не буду говорить, по какому предмету, но она мне настоятельно не рекомендовала, поскольку она исходила из того, как живет она. Будучи учителем, какая у нее зарплата, как у нее сложилась жизнь. И исходя из своего негативного опыта, естественно, советовала, как это обычно делают все люди. Были идеи попробовать все-таки в музучилище поступить. Но так случилось, что я вообще никуда не поступила. Наверное, этот год, он был нужен мне. И когда я закончила школу, то есть музыкальную школу я закончила на два года раньше, затем закончила общеобразовательную, и мне надо было поступать. Тогда уже точно надо было определиться, куда. Я не поступила никуда вообще. И вот мне 18 лет, все учатся в университетах, а я сижу дома. И, честно говоря, это было таким ударом для меня в какой-то степени. То есть я понимала, что я теперь повисшая в воздухе девушка без образования. Как же так? Но хочу сказать, что именно этот год для моей жизни стал решающим. Потому что я тогда четко осознала, что надо слышать себя. Надо понимать, чего хочешь именно ты, а не то, что навязывает тебе социум, общество, родители, учителя и все прочие. И в тот самый момент я поняла, что мне было бы интересно попробовать научиться тому, чего нет у меня от природы. Мне всегда было плохо с математикой. Вот всегда цифры, я не умела читать цифры, они всегда были для меня неинтересны. Для меня это была большая сложность. И я решила поступить на экономиста. Хотя и на заочное отделение, но еще и с той целью, чтобы у меня обязательно было образование. Тогда сильно давили, что обязательно должна быть корочка. Не знаю для чего, но в общем как бы сказали, что надо, значит надо. Так я еще получила одну корочку, например, водительские права, хотя я ни разу ими не пользовалась. У меня уже стаж 8 лет, понимаете? А я ни разу не сидела за рулем. Не хочу, мне это не нравится. Но тем не менее, так я стала экономистом, поющим экономистом, можно сказать. И первым делом я устроилась на работу абсолютно не в музыкальной сфере. Я работала действительно, как это было уже неоднократно сказано в интервью и на конкурсе, на что сделали огромный акцент на конкурсе. И неспроста, это был маркетинговый ход. Я работала продавцом-кассиром. Да, так и было. Я продавала строительные материалы мастерам, трудящимся, а по вечерам пела. По вечерам пела в ресторанах, в заведениях, куда приходили именно иностранные слушатели. На тот момент я жила в городе Новороссийск. Это портовый город. И очень много там гостей из-за рубежа. И был ресторан, в котором как раз таки эта музыка, которой я, которая была мне близка, которую я любила, она пользовалась популярностью. Ну, на меня смотрели так очень удивленно. И просто, наверное, из-за того, что я была слишком упряма и целеустремлённа в своих желаниях, мне удавалось убеждать. То есть у них раньше никто вообще не пел в этом ресторане, а мне удалось туда устроиться на работу. И раз в неделю меня приглашали потом. Я знаю, что вы родились в Грузии, в столице Тбилиси. Расскажите, как проходило ваше детство и самые яркие, тёплые воспоминания, может, даже связанные с музыкой. Честно сказать, я в Тбилиси только родилась. Мы уехали, родители мои уехали, естественно, увезли меня, как только там начался переворот во власти. Мне, по-моему, было на тот момент всего лишь два или три года. Поэтому о Тбилиси я знаю только уже сознательного своего возраста. Я много слышала от родителей, у нас речь в доме звучала и на армянском, разговаривают мои родители и на грузинском, и на русском, то есть на трёх языках. Но они меня не научили грузинскому языку. Они использовали его только с той цели, чтобы я не понимала, о чём они говорят. Вот, поэтому я впитала в себя, наверное, какой-то менталитет добилисский. Он есть. Он передался от родителей. И музыкальность в том числе. У меня бабушка, она была певица, можно сказать так, громко, потому что о ней знала весь Тбилиси, но ей в своё время не разрешили её родители продвигаться по этой стезе. Хотя она была очень одарённая. В плане вокала, и, возможно, это отразилось как-то на мне. Генетика. Генетика, да, сработала. Ну, родители... Папа у меня очень музыкальный. Он, кстати, вообще самоучка. Играет на фото пиано. Я сам научился. И в Тбилиси живая музыка, застолье, это было в порядке вещей. Вот. Но я уже выросла в Новороссийске. И, естественно, тот тбилисский менталитет, колорит. Родители... Родители окружали себя им у себя уже в России, в доме. А есть ли любимое место в Грузии? Вы там были после... Да, конечно. У меня родители, они с Авлобара. Это сейчас самая центральная часть, да, старого Адбилиси, о котором знают все, куда приезжают все туристы. Ну, вот это место мне, в принципе, больше всего понравилось из того, что я видела. Несмотря на то, что он, конечно, сейчас уже такой европейзированный город. И много новостроек, интересных архитектурных решений. Но старый колорит, конечно, ничего не заменит. И мне, естественно, нравится именно его старая часть. А в Армении? В Армении я тоже была очень много раз, учитывая то, что я участвовала в конкурсе. В Армении мне нравится площадь. Я забыла, как она называется. Центральная площадь, где здание с часами. Вообще, если честно, у меня с Арменией больше даже связаны воспоминания не о конкурсе, а о том, как приняли меня мои родственники там. Можно сказать, я с ними познакомилась тогда. И наши с моим другом гастрономические похождения по ресторанам местным. Да, у нас действительно был гастрономический тур. Вот мне это очень запомнилось, очень хорошая кухня и гостеприимство, какая-то открытость. Ну, там даже в какой-то степени чрезмерное любопытство в твой адрес проявляется. Но, тем не менее, это приятно, учитывая, что в России такое редко бывает. Но я очень была рада именно ощутить эту душевную, душевное тепло, которое мне подарили мои родственники там. А как к вашему творчеству относились родители? Бабушка говорила, что нет слуха, другая бабушка была музыкальной или это одна и та же бабушка? Нет. Мамина мама, получается, моя Нелли, бабушка, она к этому вообще никакого отношения не имела. А вот бабушка Лена, получается, папина мама, она пела, и она говорила о том, что у меня слуха вообще нет никакого. Но потом я ее переубедила. Поэтому уже спустя время. Ну, родители видели, что я очень склонна к артистизму, к танцам. И вообще я изначально хотела поступить в театральный вуз. Но на тот момент, когда я уже заканчивала школу общеобразовательную, выяснилось, что это, ну, скажем так, непосильно было для родителей на тот момент образование в Москве. Вот. Поэтому это пока так и осталось мечтой. Ну, я себя всячески реализовываю в этом плане через музыку, через клипы, через блогерство, да. То есть мне вполне хватает того, что есть сейчас. А в свое время была важна для вас похвала родителей? И как относитесь к критике близких и сторонних чужих людей? Вот. У меня недавно был такой опрос, кстати, в Инстаграме. Я часто поднимаю разного рода темы. И я задала вопрос, хотели бы вы видеть негативные отзывы? Многие неправильно поняли мой вопрос. Кого-то говорил, да, ну ты что, чтобы их никогда не было, в общем, все такое. А я говорила о том, что если это конструктивная критика, как вы к ней относитесь? То есть мне было интересно их мнение. Потому что я считаю, что если критика конструктивная, то она может способствовать тому, что ты улучшишь свои качества, навыки и, собственно, профессионализм. Почему бы и нет? Но зачастую критика неконструктивная, понимаете? Зачастую она просто имеет личный характер. Смотря к какой критике. К адекватной я адекватно отношусь, к неадекватной я просто не отношусь. А про похвалу родителей? А про похвалу родителей я вам скажу, что они меня всегда поддерживают. Абсолютно. Вот искренне это говорю. И это очень важно, чтобы ребенка с детства родители поддерживали. Я считаю это прям колоссальным вкладом в его развитие. У меня отец всегда говорил, ты молодец, я вижу, как ты стараешься, у тебя так получается. Но у него был к этому еще интерес, к моим проявлениям, потому что он сам творческий. Он пишет стихи, рисует картины, играет на фортепиано. И ему было всегда приятно видеть, что его продолжение есть во мне. А как, вы сказали, что жили в Новороссийске, то есть там у вас была какая-то группа. Как проходил путь выбора жанра для себя музыки? Как вы выбирали, что было главным? Ну, как я уже сказала, повлиял на мою творческую часть отец. И, естественно, он привил мне с детства любовь к музыке в стиле блюз. Так получилось, что у нас дома были на тот момент и кассеты, и потом уже диски. Эрика Клэптона, Уитни Хьюсон, Мария Керри, Крис Ри. И я их просто вот до дыр заслушала, наверное, каждую. Я на этой музыке выросла, несмотря на то, что в армянской семье. Армянские песни у нас тоже звучали, грузинские. У нас звучали постоянно кларнеты и дудуки, и саят нова, и глахо, господи. Это была музыка, которая меня на тот момент очень сильно отталкивала по одной простой причине. Она была грустная. А мне хотелось радости, я была ребёнком. Мне хотелось чего-то позитивного. И вот этот позитив я находила в композициях Хьюсон. Да и потом там такой был диапазон, такое голосище, он такой проникновенный голос. И я просто считаю их своими учителями. У меня не было педагогов по вокалу, но я столько слушала и пыталась интерпретировать это всё. на свой лад, их звучание. Что в конечном итоге я действительно запела. То есть этого никто не ожидал, правда. Так получалось, что особых данных казалось нет. А потом, где-то в 19 лет я записала первую авторскую композицию, и тогда у меня прям отец вот так ахнул. Как? Как это случилось вообще? А всё было просто потому, что я очень упорно пела. Понимаете, я дома по 5 часов могла закрываться в своей комнате и репетировать просто ту композицию, которая мне нравится. Несмотря на то, что она могла быть не в моей тональности, то есть не в моей тесситуре. Я изо всех сил старалась эту ноту просто тянуть, всячески как-нибудь попробовать, что-то надо сделать. Но потом уже позже я для себя открыла, что можно просто тональность поменять. Вот и всё. И, собственно, петь. Такое понятие, как тесситура, оно рождается у человека вместе с ним. Это его природные данные. И не надо с ними спорить, надо просто адаптироваться. Вот. А многие сейчас почему-то тоже спорят, берутся за то, что им не по силу, хотя можно было бы, допустим, опустить на полтона. И всё. Это зазвучит уже иначе. Вот. И тогда я очень много работала над собой сама. И эта музыка, она просто у меня вот на уровне просто генетики, можно сказать. Я её впитала с самого детства. И я её воспроизводила с самого детства. Поэтому и звучит она у меня сейчас даже. Достаточно уверена. И если, к примеру, меня хотят заказать на мероприятии сейчас, я очень часто слышу, вот вы поёте как оригинал. То есть, если я закрываю глаза и слушаю вас, я не могу отличить, поёт чернокожая певица или вы. И, то есть, ну вот это для меня уже комплимент, конечно. Потому что я слушала музыку чёрных, я на ней выросла, и она у меня получается. То есть, вот, я добилась того, и ради чего я по пять часов пела. Понимаете? Поэтому, можно сказать, мой отец очень сильно повлиял на то, что я выбрала именно этот жанр. Блюз, соул, ариби, рок-композиции тоже у нас были, это были Куин. Мне очень нравится Фредди Меркурий. Правда, он невероятно энергичный. Вы автор и композитор песен. Как рождаются они? Что вдохновляет? Может быть, чтение книг, какие-то жизненные ситуации? Честно скажу, жизненные ситуации. Это правда. Я считаю, что абсолютно мы все черпаем вдохновение друг у друга. Да, мы часть единого целого. И вот истории людей, их жизни, мои собственные истории, они являются для меня источником вдохновения. Нет такого, чтобы я пришла в лес, села в медитацию, послала импульс космоса, попросила мне прислать песни. Нет, такого не бывает. Это чушь. Естественно, можно каким-то образом расслабиться. Я люблю уходить на природу, гулять в тишине, в одиночестве, просто для того, чтобы структурировать свои собственные мысли, потому что там чаще всего хаоса, их слишком много. Но по факту, мои песни, это просто жизненные ситуации. Если бы их не было, если бы не было историй, то я бы не могла бы писать. Мне для того, чтобы создать композицию, нужна история, нужна тема. И практически все песни именно так и написаны. Вот есть песня, я слышала, я крылья расправлю. Что для вас эти крылья? Какой был посыл в этой песне? В этой песне как раз история. История девушки, которая разочаровалась молодым человеком. И вместо того, чтобы опустить руки, она расправила их, понимаете? И взлетела еще выше над ним. То есть она поняла, что он ее не выбрал не потому, что она не хороша, а потому, что она достойна лучшего. Да. А если говорить о сцене, то какие мысли во время выступления приходят в голову? О чем они? Про что? Хороший вопрос. Я себя часто спрашиваю, о чем я думаю вообще в тот момент, когда я пою. Лучше всего ни о чем. Лучше всего это о песне, это петь и представлять именно то, о чем ты поешь. Тогда это искренне и честно. Тогда ты находишься в этом моменте, а не просто делаешь свою работу. А в чем измеряется успех артиста и считаете ли вы себя успешной? Я, честно скажу, я себя считаю очень успешным человеком. Во-первых, я считаю себя успешным по одной простой причине, я добилась всего сама. У меня никогда не было продюсеров и никогда не было спонсоров. Я сама себе продюсер, спонсор, менеджер, то есть все в одном лице. Не могу сказать, что меня сейчас это очень сильно устраивает, потому что делегирование, оно помогает усовершенствовать свои навыки, и, в принципе, оно помогает тебе развиваться. У меня сейчас пока нет такой возможности. Не то чтобы возможности, просто нет тех людей, с которыми бы я хотела сотрудничать. Вы, Синя, в 2017 году вы участвовали в очень популярном проекте «Голос Армении». Расскажите, чему вас научил этот проект и что вы для себя из него извлекли как артиста? Надо подумать. Да, я действительно в нем участвовала. Я должна признаться в том, что я бы не участвовала в этом проекте, если бы не мой отец. Это не потому, что он поспособствовал этому, он даже не знал. Это был сюрприз для него. Это была его мечта увидеть меня на проекте «Голос». Я, когда смотрела выпуски «Голоса», обратила на меня на то, что певец Роме сделал акцент на том, что он дает некую поблажку тем, кто поет на армянском языке. Вы на тот момент, как я поняла, не пели на армянском. Что изменилось? Запели, выучили язык? Как это было? Ну, я могу сказать, что я и на русском не особо жаждала петь, никогда. Но я выросла на музыке сол, блюз, армби. Там никогда не пели ни на армянском, ни на русском. Это была музыка, которая всегда звучала на английском языке. Вот. И я считаю, что лучше, чем на английском, ни на каком другом она не звучит. Мне интересен был жанр, а не язык в первую очередь. Понимаете? И если на английском это ее исконное, то, значит, надо петь на английском. Понимаете? А если ты начинаешь адаптировать жанр по другие языки, то, как бы ты ни старался, колорит языка все-таки придаст свою окраску. И если ты поешь армби, скажем, армби-музыку на армянском языке, ну, где-нибудь мелизм армянский у тебя проскочит обязательно. Есть такое. То же самое и на русском. Даже больше скажу. может быть, кто-то из коллег, высоких, больших профессионалов со мной не согласится, но я всегда утверждала, и я это знаю по себе, что если ты поешь очень долгое время на одном языке, скажем, на английском, и поешь в этом стиле, да, там, соул, ль-блюз, то действительно у тебя это получается мастерски, прямо вот именно это слово подходит, мастерски. Как только ты начинаешь петь на других языках и использовать другие жанры в своем исполнении, оно начинает переплетаться и уже оттенки начинают смешиваться. Это то же самое, что когда ты рисуешь одной краской на холсте, к примеру, желтый, цвет желтый, но как только ты добавил чуть-чуть зеленого, оно уже смешалось. Понимаете? И то же самое происходит в музыке. Когда ты чуть-чуть меняешь что-либо, оно начинает смешиваться и приобретает совершенно другой окрас. Я хотела этого избежать всегда, поэтому я старалась петь только на английском языке. Естественно, со временем мне уже самой просто было интересно попробовать себя в других жанрах, но как мастер мне хотелось оставаться в R&B и Soul, поэтому я не исполняла на других языках ни композиции. Когда так сказала R&B, для меня это не было новостью, в принципе любой армянин жаждет услышать песни на своем родном языке, тем более от девушки, которая приехала из России. Так, покорите нас, пожалуйста. Теперь раз вы хотите в Армении, покорите нас армянской песней. А вы тут армянка с Грузии, то еще и на английском поете. Черт и что, в общем. К слову, вспомнила интервью Анжелики Варум, она говорила о том, что она в свои 52 года уже наелась музыкой. Я тоже недавно посмотрела это интервью. Да, но такое было очень... Она виноделем занимается сейчас. Да. Как вы считаете, возможно, реально, чтобы тебе музыка надоела, но ты же вот с ней живешь, ей живешь, с ней живешь. А я сейчас объясню вам. Когда я пришла записывать на студию свою первую композицию, я тогда прям так горела, этим мне было 20 лет, и я спрашиваю звукорежиссера, как тебе песня? Он такой хороший. Я говорю, а тебе нравится вообще вот какая музыка, вот какой ты душу? Больше всего я люблю тишину. Вот это ответ на вопрос. Когда ты изо дня в день делаешь одно и то же, это превращается в рутину, ты начинаешь делать это на автомате, ты перестаешь проживать этот момент. Как только ты начинаешь чувствовать, что ты перестаешь проживать этот момент, эта игра становится неинтересной. Ты в нее уже не вовлечен. И чтобы это не было, музыка, театр, танцы, да что угодно, оно может случиться с человеком, если он не смотрит на свою деятельность под другим углом, если он не пробует себя в новом качестве. Я так считаю. Ну, во всяком случае, я это по себе ощущаю. И поэтому я понимаю, о чем она говорит. Возвращаясь к проектам и к участию в них, какие перспективы она для вас открыла? Это в первую очередь, на мой взгляд, хорошо работает на твою популярность. Но для того, чтобы держать этот уровень популярности, необходимо еще больше усилий вкладывать потом, выпускать песни. А в моем случае случилось нечто невероятное. После выхода последнего выступления на «Ну-ка, все вместе» случился карантин. И тогда вообще начали поговорить о том, что музыка уйдет полностью в онлайн, и не перестанем вообще посещать концерты. И до сих пор эта эпидемия, конечно, сражает на повал всех и вся. Но было очень сложно в этот момент что-либо продолжать делать. Единственное, что я смогла, я записывала кавера и выкладывала в Инстаграм каверы на известные композиции. Хотя у меня тогда уже были авторские песни. А бывало ли такое, что покидать вдохновение, вот все, ничего не хочу? У меня такое было. Мне кажется, я пережила депрессию. Я, кажется, тогда только поняла, что это такое. Это ужасное состояние. Это было после участия в конкурсе «Ну-ка, все вместе». После него случилась пандемия, и она окончательно меня выбила из колеи. Вы сказали о своих мечтах и целях на будущее. Но это все связано с карьерой, с профессией. О чем вы мечтаете как женщина? Ваша самая главная и заветная мечта? Как женщина? Ну, моя мечта уже исполнилась. Как у женщины, можно так сказать. Просто я не афиширую свою личную жизнь, я не считаю это нужным, потому что в интернете я просто профессионал своего дела, и все. Меня не было бы там, честно вам признаюсь. Если бы я не была связана с творческой профессией, с музыкой, я бы не использовала соцсети. То есть, они мне нужны только вот с этой целью. Естественно, я общаюсь с людьми через соцсети уже по необходимости и просто. Но свою личную жизнь я не афиширую, о ней я никому не рассказываю, но у меня все в порядке. А я здоровая гетеросексуальная женщина в расцвете сил, так сказать. могу сказать, что в будущем у меня в планах есть, конечно, рождение детей, семья, и это тоже будет, дай бог, конечно. Обычно в конце интервью я своих героев прошу назвать три любых слова на выбор. В вашем случае хотелось бы услышать ваш голос, если вы не возражаете. Мой голос? Ну, какую-то строчку из любимой песни. Я вас от души благодарю. Спасибо большое. Рада была познакомиться с вами поближе. Я желаю вам больших успехов, чтобы вас окружали только преданные, верные люди, ваша дорога была светлой, чистой и музыкальной. Благодарю.